Привет! Это Детские Вети и с вами Алиса Терляева. Я расскажу, что ждет нас в 2020 году. Устраивайтесь поудобнее. Начнем мы с новостей о школьной жизни. В этом году в Ульяновске многие школы могут перейти на триместры вместо привычных четвертей. Триместры – это когда учебный год разбит на три равных части по три месяца. Каждые пять недель – каникулы, а в ноябре, феврале и мае – контрольные и зачетные работы. Говорят, так школьники меньше устают, реже болеют и лучше учатся. Еще одна новость. Теперь на уроках технологии, кроме прочего, школьники будут проходить основу робототехники и графического дизайна. А на ОБЖ им будут рассказывать, как не стать жертвой буллинга и не попасться мошенникам в интернете. Для современных детей – современные предметы. И одна из самых приятных новостей – бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах для всех школьников Ульяновска. Для того, чтобы больше не приходилось передавать за проезд, нужно всего лишь взять в школе специальную справку. Отныне она – наш проездной билет. 13 января в России праздновался День работников печати, то есть тех, кто делает газеты и журналы. А вот как они это делают – смотрим! 16 января 1703 года увидела свет первая русская газета «Ведомости». Так началась история российской печатной прессы. В отсутствии телевидения и интернета она была незаменима. Все новости можно было узнать, только добыв у газетчика свежий номер. Сегодня все поменялось, но газеты по-прежнему остаются для многих любимым источником информации. За этой дверью главный редактор газеты «Ульяновская правда». Это одно из старейших изданий нашей области. И сегодня мы зайдем коллегам в гости, чтобы узнать, как на свет появляются газеты. Здравствуйте! Добрый день! Рада тебя видеть! Скажите, пожалуйста, а как начинаются газеты? Газета начинается с поля, где растет хлеб, с больницы, где спасают людей. Газета начинается с завода, где делают машины. А иногда просто из очереди, где случайно сказанное слово вдруг превращается в интересную идею. А дальше все зависит от журналистов. Именно журналисту предстоит превратить выбранную тему в интересную статью. И статей таких должно быть много. Нужно заполнить каждую страницу номера. Кстати, газетную страницу профессионал называет полосой. В Ульянской правде на одной полосе помечается 9 тысяч знаков. Это примерно две с половиной страницы формата А4, полностью заполненной текстом. Итак, задание от главного редактора получено. Наступает время работы журналиста. Ну, сначала я иду в интернет, да, я смотрю, какие материалы уже написаны, что пишет про эту тему федеральная пресса, что региональные смешники пишут. Вот, из этого всего у меня уже складывается какое-то мое личное представление, как я могу подать эту тему. Я должна найти экспертов, взять у них комментарии, соответственно, также взять комментарии у родительской общественности, ну и также у депутатов. Вот чем сейчас я и занимаюсь. Когда вся информация получена, приходит время творческой работы. Теперь интересно, доступно. А главное, во всех отношениях грамотно нужно изложить материал для широкой публики. Газета и интернет. Возможности переспросить или что-то уточнить у читателей не будет. А значит, статья должна быть написана так, чтобы каждый, кто ее прочитал, сразу во всем разобрался. В этом и состоит мастерство журналиста. Когда материал готов, приходит время верстки. Статью, одобренную редактором и проверенную корректором, теперь нужно разместить на полосе номера. То есть это у нас вордовский вариант текста, который я открываю в ворде. Я его копирую, этот текст, и уже переношу непосредственно на полосу и дизайн. Вот, допустим, у нас есть пустая полоса, и мне сказали, нужно сделать колонку. Я его сюда вставляю. Важная часть статьи – это иллюстрация. А еще заголовок. Он должен быть ярким, броским и обязательно интригующим. То есть таким, чтобы читатель захотел узнать, что под ним написано. И вот газета сверстана. На экране мы можем увидеть, как она будет выглядеть. Пора отправлять номер в типографию. Место, где он будет распечатан. Обычный принтер для этого не годится. Газеты печатают на специальных станках. И бумага, и краска для них тоже отличаются от обычных офисных. Номер готов. Пахнет свежей типографской краской. Теперь эта газета готова отправиться к своему читателю. Но отдыхать с редакцией некогда. На очереди следующий номер. И снова работа кипит. Придумываются темы, пишутся статьи, верстаются полосы. И все для того, чтобы каждый мог узнать все важные новости вовремя. Специально для детских вестей Альберт Федотов. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. А зачем они это делают? И чем еще можно заняться в крещенский сочельник? Узнал Матвей Дерябин. С православным праздником крещения, который будет завтра, 19 января, связано очень много традиций. О каких мы сейчас узнаем. Вы знаете какие-нибудь гадания на праздник крещения? На суженого слышала гадают, но никогда сама не гадала. Я знаю девушки перед зеркалом, ночью когда-то что-то делают, и это на их мужчину гадание получается. Гадание. Ну, в воду один стакан положить монетку, второй стакан сладкую воду, третий стакан простую воду. И выбирай какой год будет. Сладкий, если сладкая вода, если монетка попадется, то благополучие. А если простая вода, ну, на обыкновенной жизни. Вы знаете какие-нибудь традиции на праздник крещения? На праздник крещения? Ну, я не очень разбираюсь в христианстве, но я знаю, что люди окунаются в прорубь. А вы окунались? Нет, еще ни разу не приходилось. Ну, я не против попробовать. Я этим не занимаюсь, в прорубь ни разу не купался. А вы сами купались? Нет. А хотели бы вы купаться? Конечно. Теперь мы знаем, что делать на крещение всех верующих и неверующих с праздником. День рождения Ульяновской области Хотите узнать подробнее о нашей имениннице? Мы вам расскажем. День рождения Ульяновской области Но что это значит? Наша страна словно из пазлов состоит из маленьких кусочков. Областей, республик. Если убрать хоть один малюсенький кусочек, то вся эта картинка уже будет неполной. То есть область – это часть страны. В свою очередь и область наша тоже состоит из кусочков. Это районы. Старомайинский, Теренгульский, Сурский. Всего в Ульяновской области 21 район и 3 городских округа. Возглавляет их наша столица – Ульяновск. Все вместе – это и есть регион. Отличается ли наша область от других? Есть ли в ней что-нибудь уникальное? Безусловно, наша область отличается. Более того, я скажу, что наша область отличается от всех соседей одной интересной особенностью. Мы ухитрились захватить и самые северные степи, и самую южную тайгу. И у нас вот на территории Ульяновской области настолько много климатических зон, что буквально можно, грубо говоря, выращивать виноград и буквально в нескольких километрах собирать на болоте клюкву и чернику. То есть, а это ягоды северные. Есть в нашей области и лес, который ведет свою историю с доледникового периода. А сам наш регион находится там, где миллионы лет назад плескалось доисторическое море, и жили древние ящеры, морские динозавры. Их окаменевшие остатки до сих пор находят в Унтеровском и Сенгелеевском палеонтологическом заказниках. Еще место, которое всегда восхищает и радует меня, и я уже туда свозил сотни, если не тысячи туристов, сам там был сотни раз, это скрипинские кучуры. Это лес, в котором много камней, которые выглядят в виде всяких фигур, нагромождений, зданий. То есть, это такая мистическая вещь. Я вот доказываю многим ученым в том числе, что, скорее всего, в этом месте находилось культовое сооружение, которое погибло или было разрушено многие там сотни, а может быть тысячи лет назад. Были ли скрипинские кучуры прибежищем древних людей, мы уже не узнаем. К счастью, есть у нас в области и более поздние архитектурные шедевры. Например, удивительный Кезминский замок, когда-то опередивший свое время. Именно там, впервые на территории области, появились телефон, ветряной электрогенератор и кондиционер, работающий по принципу умного дома. И все это в 19 веке. Побывать на фантастической усадьбе можно и в наши дни. Находится она в Сурском районе. Самое замечательное место, если брать виды, особенно красивые виды, это над Волгой, это у нас Сенглеевский район, это национальный парк Сенглеевские горы. Где и Тушнинские холмы, Арбугинская гора, Гранное ухо. Это единственное место в нашей области, когда можно забраться на гору и видеть леса под собой. Или видеть Волгу на десятки километров. Ульяновская область богата не только историей и красивыми видами. Путешествуя по нашему краю, нужно быть готовим и к неожиданным встречам. Кабан по своей тропе идет, вот такой вот. И я так смотрю на него, а он вот идет, идет, и мимо меня вот так вот в двух метрах проходит, поворачивается и дальше уходит. Вот два фотоаппарата висело, ни одного кадра не сделал. Чего-то не захотелось мне его фотографировать, немножко испугался на самом деле. Зверь-то на самом деле такой... Конечно, такие встречи большая редкость, в отличие от других чудес, которые встречаются у нас на каждом шагу. И это здорово. Не нужно ехать за три девять земель, чтобы увидеть что-то удивительное и прекрасное. Ульяновской области интересных мест хватит на сотни путешествий. Специально для детских вестей Варвара Рыбина. Один из символа нашей области – солнечный орел. Сказ про него сняли ребята из лаборатории мультфильмов. Смотрим! Сказ об Орле В Родичевском районе, в Ульяновской области, обитал солнечный орел. Каждый день он искал еду для своих орляд. Кружил над лесом в поисках добычи. Внизу раскрылся чудесный лес. Здесь, под шелеком домом, жили пенчики, зайчики и ежики. Вели они с дружной и вестрели. Однажды над лесом прокремел выстрел. Это охотник-браконьер. Решил подстрелить орла. Орел был ранен в крыло, не мог лететь и упал без сил прям под дуб. Когда орел очнулся, его крыло было обмотано лечебной травой, а рядом была вода и еда. Орел увидел своих спасителей и спросил, зачем вы мне помогаете, ведь я могу вас съесть. Потому что тебе нужна была помощь. Улетел орел домой. И с тех пор, каждую ночь, он прилетал к дубу охранять своих маленьких новых друзей. Солнечный орел занесен в Красные книги Ульяновской области и России, а также в международный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. 28 февраля 2011 года Солнечный орел утвержден природным символом Ульяновской области. Вот и все на сегодня. Встретимся через две недели. Впереди вас ждет афиша и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Хороших выходных! Пока! 19 января будет знождение нашей области. Наша область называется Ульяновская, потому что у нас был такой земляк Ульянов. Ульяновская область – это как столица для более меньших городов и сел. Ульяновская область состоит из разных районов. В Николаевском районе есть Белое озеро. Оно, можно сказать, лечебное, потому что само оно прозрачное во многих местах. В нашем районе есть Унтроские и Сингелеские горы. В Радическом районе празднуется фестиваль Дикого пиона. В Синге есть экспонаты военной техники. Я люблю Старую Майну, потому что там моя деревня, там свежий воздух, там близко находится Волга. Вундера – это уникальное место. Во-первых, там жили динозавры, и очень часто на берегах рек находят останки. В Ульяновском районе есть Воложское море. То, что находится в Ульяновской области и в Ульяновске – это немножко разные вещи, потому что когда ты выезжаешь уже в Ульяновскую область, там уже по-другому. Там очень свежо, очень красиво, там очень много мест, куда можно сходить. Ульяновская область известна своими земляками, поэтами, писателями. Это один из регионов, который получает первое место по IT-технологиям. Тоже, но у нас же еще заводов кондитерских много. В Ульяновской области делают УАЗы, самолеты и водоволожанки. Самое классное, ну то, что мне нравится, что много строек, много домов. Здесь были придуманы сказки «Колобок» и «Аленький честочек». Тут есть много достопримечательностей и разных памятников. В Ульяновской области очень хорошо отдыхать, потому что есть много лесов и заповедников, в которых очень чистый воздух, можно напитать свое тело кислородом. Человек начнет лучше думать, понимать. У нас есть еще редкие животные и цветы из красной книги. Короче, в Волге обитала белуга. Это большая ситровая, вот. Даже больше. Мне кажется, люди в Ульяновской области добрые, хорошие, уважают Ульяновскую. Здесь живут люди многих национальностей. Ульяновская область очень хорошая, мне в ней нравится. Я бы все хотела увидеть в Ульяновской области. Я поздравляю нашу Ульяновскую область с днем рождения и желаю, чтобы в ней все было хорошо и даже отлично. Пусть наша область будет более чистая, без разных загрязнений от машин. Пусть все народы нашей области живут дружно. Всем привет! Я Лиза Деряев. Сегодня вам расскажу про погоду. Лимба считается самым холодным месяцем в году. Но на этот раз кренчанские морозы отменяются. Можно гулять с утра и до самого вечера. Только не забудьте запасные варежки. Хороших уходных. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!